В общем, как-то вот так, друзья, я обустроился на время карантина, да, ближайшие 30 дней я буду проводить именно здесь. У меня тут комп, все настроено для того, чтобы вести стримы. Смотрите, зеленый экран, микрофон, даже вот такую штуку специальную купил. От нее как бы особо толка никакого нет, но вроде, ну, красиво как бы выглядит и все такое. В общем, друзья, я что хотел сказать. Пока вот вся вот эта самоизоляция, пока нужно сидеть дома и так далее, я приглашаю вас на свой второй канал, ссылка на него будет в описании. Там я буду каждый день проводить прямые трансляции, различные летсплеи по играм. Допустим, вот прям сегодня вечером будет стрим по Фортнайту, будем играть вместе со зрителями. Так что, если вдруг хотите со мной, допустим, поиграть, то подписывайтесь на канал по ссылке, нажимайте на уведомление, чтобы вам, ну, пришло, когда трансляция будет, чтобы вы ее не пропускали. И, в принципе, поиграем. И так, наверное, целый месяц. Я тут довольно уютно все вроде обустроил. В общем, друзья, жду вас на втором канале. А сейчас пойдемте выберемся на улицу. Честно говоря, я уже три дня из дома не выходил. Посмотрим вообще, как там. Может, там уже мир развалился на части. Я не знаю, как там все выглядит. Погнали, прокатимся. Честно говоря, я никогда не видел эту парковку настолько пустынной. Какие-то случайные машины попадаются. Такси, у которых, возможно, есть разрешение, а может быть и нет. И парковочные места для клиентов. Самое интересное, что поначалу, вроде бы, отдельно стоящее заведение по типу фастфуда, да, вот, KFC, который находится не в торговом центре, не на фудкорте, а вот конкретно отдельно стоящее здание, раньше они работали. Но я так понимаю, что после заявления о всеобщем карантине, даже подобные заведения закрыты, о чем говорят бумажки на входе, о том, что мы открыты для заказов только на вынос. Притом видно, что заклеена какая-то информация бумажками, то есть раньше было указано какое-то время, то есть, скорее всего, период, там, не знаю, с 8 утра до 8 вечера или что-то еще. В итоге даже это все закрыли. И сейчас работает только лишь KFC автор. Еще одна бумажка на входе гласит, что ресторан закрыт с 28 марта по 5 апреля, хотя это информация устаревшая, наверняка вы слышали о том, что всеобщие каникулы, как сейчас это все люди называют, на самом деле режим общей самоизоляции продлен до 30 апреля, то есть на целый месяц. Информацию здесь почему-то не поменяли, хотя видно, что внутри ходят люди, то есть работники на своих местах, кухня работает, но разве что только в режиме авто. Сейчас пойдем проверим, так это или нет. Наверняка у многих людей возникает резонный вопрос, почему, почему это я без маски? На самом деле, за все то время, когда вот пока происходит вся эта ситуация, ни в одной аптеке, честно говоря, маску даже не встретил. А вот как раз, смотрите, фура привезла продукты, то есть все нормально, все должно работать. Работник, кстати, заметили, тоже без маски. Здрасте, вы работаете? Доброе утро, заказывайте. Можно, пожалуйста, боксмастер? Давайте два боксмастера. Два боксмастера. И шеф-лимонад. Шеф-лимонад временно вывели, все меню у вас на экране. Ну тогда все. 388 приезжает. Эх, карантин забрал у нас самое святое, шеф-лимонада нету в меню. Считай, зря приехали. Хороший день приезжает. Спасибо. Чек видели, как далее? Не из рук в руки, а из лотка. Не знаю, насколько это эффективно, хотя, ну, кассирша, она все равно была в перчатках. Но опять же, есть ли в этом смысл? Если заказ, нам сейчас все равно выдадут из рук в руки. Пойдемте, заказ? Спасибо. Все доброго. Не болейте. Ну вот, в принципе, и все. Киевси авто работает. Я, правда, понял, что не все меню, но, тем не менее, то есть покушать, курочку, если вы на машине, можно. Опять же, можно ли прийти пешком, обслужат вас или нет? Я думаю, что в подобной ситуации, в случае с пандемией, можно прийти даже пешком. Хотя как вы придете, если нельзя выходить больше, чем на 100 метров от дома? Еще одно место, которое работает для приезда на машине, как оказалось, это мойка самообслуживания. И самое положительное в этом моменте, знаете что? Сколько я себя помню, сколько раз я сюда приезжал, здесь, наверное, впервые нет очереди. Но, к слову говоря, работают не только мойки самообслуживания. Сколько я ездил по трассе, я видел, что обычные мойки также работают в штатном режиме. Что, к слову говоря, ненормально, потому что все подобные заведения должны быть закрыты. Здесь, конечно, люди особо не контактируют, как можно видеть, мы в отдельном боксе, так сказать, находимся. Но все равно, во время карантина заниматься мойкой машины занятие весьма сомнительное. Наверняка вы меня сейчас осуждаете, что, мол, карантин в стране, да, а я вот решил тут тачку помыть. Ну, слушайте, весь мир, даже не то, что вся страна, весь мир сейчас наконец-то начал мыть руки. Казалось бы, такая базовая вещь, которую, ну, в принципе, и в обычные дни-то нужно постоянно делать. А сейчас все такие, вот, надо мыть руки, надо следить, дезинфекция и так далее. А чем тачка хуже? Она тоже вся в грязи, да, опять же, в магазин, на личном транспорте ездить можно. Это никто не запрещает. И опять же, зачем мне вот грязь развозить, да, тачка грязная, я давно ее не мыл. А сейчас еще и очереди вдобавок нет, плюс с людьми я не контактирую. Прикол вот именно мойки самообслуживания, особенно вот в такое время, заключается в том, что это самообслуживание. То есть ты не контактируешь с людьми максимально. Ты в аппарате получаешь жетон. Нет кассира, нет ничего. Берешь тот жетон, используешь и дальше моешь тачку. Плюс тачка моется химией. Я уж не знаю, насколько эта химия там дезинфицирует, не дезинфицирует от вируса, который также может там осесть на тачку, например, да. Но мне кажется, что, ну, как-то это работает. Еще один момент, который я заметил, друзья. Машин на улице меньше не стало. Вот сколько я езжу по этой дороге. Мы находимся сейчас довольно далеко от Москвы, где-то в районе 30 километров от МКАДа. И что до объявления самоизоляции, что после, машин примерно одинаково. Это говорит о том, что люди нифига не сидят дома. Скорее всего, даже наоборот, конкретно в этих районах. А сейчас, когда месяц, условно говоря, отпусков у всех, да, у людей наконец-то появилось время заняться какими-то делами. Помимо шашлыков, я имею в виду там, кому-то может крышу на даче подлатать, да, кому-то что-то построить и так далее. С одной стороны, это, конечно, плохо, потому что люди должны сидеть дома, ни с кем не контактировать. Но, с другой стороны, у нас большая часть населения, ну, у них тупо нет времени в обычное время заняться вот такими бытовыми делами. А сейчас, получается, как бы целый месяц. Вот они поэтому туда-сюда ездят. Я бы даже сказал, машин не то, что меньше не стало, их, возможно, даже стало больше. Постановление о самоизоляции сказано о том, что пешком можно добраться до ближайшего магазина, который находится в радиусе километра от дома. Либо же до крупного гипермаркета на личном автотранспорте. И знаете, что я вам скажу? Первый ряд перед гипермаркетом полностью заполнен. Здесь негде припарковаться. Люди ездят закупаться. Скажем так, в обычное время людей здесь намного меньше, чем сейчас. Но при этом люди не сходят с ума. Нет такой паники, как была полторы или две недели назад, когда реально здесь, вот, видите, выезжает тележка? Она довольно пустая. Ну, то есть люди просто приезжают закупиться обычными продуктами. А вот две недели назад я реально видел, как отсюда по две тележки мужик вот прям в двух руках тащил две тележки полной туалетной бумаги. Зачем? Всеобщая паника уже давно прошла. Все, кто хотел купить гречку и туалетную бумагу, это сделали. И сейчас нет никакого дефицита продуктов. Я это показывал вам в прошлом ролике. Сейчас ситуация абсолютно такая же. Я бы даже сказал наоборот. Продуктов сейчас переизбыток, потому что полторы недели назад поставщики начали увеличивать нормы в магазины, потому что думали, что люди продолжат сходить с ума. Но нет, люди, видать, опомнились. Такие думают, а зачем нам покупать по 20 килограмм курицы? Она же ведь испортится через неделю. И в итоге сейчас в магазине полные полки. Я бы даже сказал, что они переполнены. И никакого дефицита нет. Единственное, вот насчет аптек. Сейчас мы зайдем и узнаем, есть ли тут маски и санитайзер. Сейчас подождем, пока другой человек из аптеки выйдет. Мы социально ответственные граждане. Полтора метра соблюдаем, и вход в аптеку строго по одному человеку. Здрасте. А есть маски? А бывает вообще или разбирают? Нет, нет. А антисептик есть? Тоже, нет. Ну, как я и говорил, я до сих пор не купил ни одной маски, потому что их банально нет. Здесь сказали, что 10 дней назад закончились, и в принципе больше не завозили. Ни масок, ни антисептика, ничего нет. Вот сними еще вот сколько машин едет. Смотри, просто огромная куча машин. Учитывая, что вроде как все должны сидеть по домам. И даже погода нам об этом говорит. Смотрите, какая метель началась. Короче, масок нет, антисептиков нет. Киев-Си не работает, еще и снег на улице пошел. Это, знаете, вот все знаки того, что надо сидеть дома. На улице делать нечего. Как-то вот так проходит пятый день уже, получается, карантина в Московской области, по крайней мере. Я не знаю, как дела обстоят в Москве. Говорят, что там уже люди только по специальным пропускам начинают передвигаться. Но здесь жизнь, на самом деле, как и была до эпидемии, так, в принципе, она и осталась. Если вот, честно говоря, так не обращать внимания, что практически все ходят в медицинских масках, я бы сказал, ну, обычный, как бы, ну, грипп. Люди гриппом болеют, в масках ничего необычного. Кроме того, что сейчас апрель, и как бы не совсем сезон для гриппа. А вот был бы сейчас какой-нибудь декабрь, и снег, и маски, да вообще как будто бы ничего не изменилось.